Карандаш применяется для подчеркивания контура глаз и для подводки слизистой века, то есть в качестве каяла. Водоустойчивая формула карандаша не позволяет макияжу растекаться и отпечатываться на коже. В целом это классические карандаши, которые хорошо держат цвет, хорошо тушуются и очень легки в применении и для любителей, и для профессионалов. Обновленный дизайн карандаша для глаз Basic Collection. Шесть оттенков. Эта линейка карандашей будет пополняться и значительно расширяться другими оттенками. Эти карандаши идеальны по своей текстуре и они решают многие задачи в макияже. И рисование стрелок, контуров, создание тушевок при помощи карандаша как базового инструмента. Белый и кремовый карандаши используются также в макияже губ. Ими прорисовывается контур для придания губам дополнительного объема. Это сводчи обновленной линейки карандашей Basic Collection. Их и многие другие вы можете найти на сайте www.makeupsecret.ru Пять оттенков ультрамягких карандашей для глаз. Очень хорошо тушуются и, пожалуй, это идеальный вариант для их использования. Мы рекомендуем наносить их вдоль ресничного края и небольшой кистью оттушевывать контур до полного размытия. Получается очень эффектный дымчатый контур глаз. Так используются темные оттенки. Белый карандаш – это каял или белая подложка для макияжа глаз. Черный карандаш Smoky Eyes – это гениальное изобретение для создания дымчатого макияжа глаз. Он очень жирный по своей текстуре, и именно это позволяет наносить его моментально. В буквальном смысле – за пару штрихов. Технология использования. Нанести несколько штрихов карандаша, растушевать кистью и сверху закрепить тенями необходимого темного оттенка. Подводка фломастер – это очень удобный и быстрый способ для рисования стрелок на глазах. Перед использованием фломастер необходимо встряхнуть, для того чтобы линии получались более равномерными. Стойкая текстура не позволяет подводке отпечатываться на коже. Изящная кисть в подводке позволяет нарисовать тонкую, четкую линию. Универсальная профессиональная водостойкая тушь на силиконовой основе. Черная и коричневая. Главные достоинства туши. Силиконовая основа состава не утяжеляет ресницы, что позволяет им оставаться подкрученными и легкими в течение всего дня. Тушь не отпечатывается на веках и не течет при намокании. Удаляется теплой водой, не загрязняя поверхность кожи. Удобная щеточка позволяет прокрасить ресницы тщательно у самого их основания. Кремовая подводка для макияжа глаз. Отлично подходит для затемнения ресничного контура, для рисования стрелок. И даже для подкрашивания внутреннего века, слизистой века. То есть в качестве каяла. Синяя, перламутровая коричневая, фиолетовая и черная. Усовершенствованная формула подводки позволяет выполнять контур век и рисовать стрелки буквально за одно движение. Это возможно за счет повышенной пластичности средства и отличной перекрывающей способности текстуры. Оттенки подводки. Слоновая кость. Черный, коричневый, фиолетовый, бирюзовый. Подводка водостойкая и в макияже не растекается и не размазывается. Также можно использовать для прорисовки слизистой части века. Очень интересный формат подводки. Ее сухая текстура работает во взаимодействии с обычной водой. Восемь оттенков. Черный, коричневый, фиолетовый, черно-фиолетовый, коричнево-бордовый, ярко-синий, бирюзовый и ярко-зеленый. Технология использования. Смочить водой скошенную кисть или кисть-лайнер. Набрать влажной кистью подводку. Насыщенность цвета линии зависит от получившейся густоты подводки. Чем гуще, тем насыщеннее. Сухая подводка – это очень эффектный и актуальный косметический продукт. Рисовать стрелки такой подводкой интересно и просто. Обратите внимание, насколько яркими и насыщенными получаются линии. Основа подтени позволяет добиться более равномерного, плотного нанесения теней и более насыщенного их оттенка. В том числе она предотвращает скатывание теней в складки века и делает макияж более стойким. В составе основы есть тональный крем. Он позволит скрыть небольшие дефекты кожи век. Эта основа подходит для ежедневного использования. Это средство для визуального подтягивания и разглаживания кожи век. Очень эффективно для тех, кто хочет выглядеть моложе и красивее. Мы рекомендуем наносить лифтинг-основу на кожу вокруг глаз, на все подвижное веко и до брови, и на область выраженных морщин. Основа создает визуальный эффект более подтянутой кожи. Аквакрем – это очень плотная, стойкая основа под тени. Он позволяет добиться максимально насыщенного оттенка теней. Макияж глаз с участием аквакрема становится водостойким. Этот продукт часто используют для фейс-арта и боди-арта. Дилюэнд – разбавитель для косметики. Это очень полезный продукт. Он позволяет экономить косметику и создавать новые текстуры. Он оживляет сухие и засохшие кремовые и гелевые подводки. Для этого нужно обмакнуть кисть в дилюэнд и ею набрать подводку из банки. Второй вариант использования – это разбавление сухих текстур для того, чтобы получить кремовые текстуры. Муссовые тени – это совершенно уникальная текстура. Удивительно нежная, кардинально отличающаяся от текстуры привычных теней. Нежирная и нелипкая. Визажисты очень полюбили эти тени за их быстроту в использовании и эффектность. В макияже для себя, собственно, это тоже беспроигрышный вариант. Они наносятся действительно очень быстро и буквально пальцами. Для большей стойкости поверх их можно фиксировать сухими тенями подходящего оттенка. Эффектная линейка перламутровых теней. Наносить можно сухим и влажным способом. Нанесение влажным способом позволяет показать всю богатую текстуру теней и добиться эффекта глянцевого блеска. Благодаря своей перламутровой текстуре эти тени достаточно просты и приятны в работе. Тени гибриды – это инновация в современном макияже. Гибрид – это смесь минеральной пудры и геля, которая буквально сама тушуется на коже. То есть, вы получаете максимальную дымчатость тушевки, сделав в два раза меньше движений, чем обычно. При этом тени гибриды ложатся равномерно и дают покрытие от суперлегкого до более плотного. И не перекрывают естественную текстуру кожи. Для нанесения можно использовать кисти из натурального или искусственного ворса. А также можно наносить пальцами. Любой из способов хорош. Варианты использования – как тени, как подложку в макияже глаз и даже как румяна и матовую помаду. Гибриды дают ни с чем не сравнимое бархатистое покрытие. Базовые оттенки теней для макияжа глаз. Большое содержание пигмента и содержащийся в составе теней высококачественный японский силикон обеспечивают стойкость макияжа и сохранение цвета в течение дня. Шелковистая текстура теней обеспечивает легкость нанесения и тушевки. Эти тени подходят для всех видов работ – от салонного до конкурсного макияжа. Тени по текстуре – матовые, перламутровые, сатиновые и тени даймонды, то есть со слюдой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok